МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Орел или Решка"? -"Деньги фальшивые, они же мягкие". -"Не отличишь, только это в банках". -"Чем сегодня фальшивка отличается от оригинала", узнавал Рамиль Шайдолин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Татфонбанк", признан банкротом. Сегодня арбитражный суд республики удовлетворил требования Центробанка о признании ТФБ несостоятельным. Исследование финансового положения, которое провела временная администрация, показало, у банка огромная задолженность. Лейсан Сабирова из зала суда. Представителей Центробанка у арбитражного суда ждал погорелец, а у зала 3.04 задолго до начала слушания очередь. Эмоции не на показ. Все очень сдержанно. На часах пробило 9. Но в зал не пускали. Спустя 5-7 минут заседание перенесли в другой зал. Но и он не вместил всех желающих. Начало слушания откладывалось. Фактически остаются без судебной защиты. Переход к основному вопросу затянулся из-за желания нескольких присутствующих выступить в качестве третьих лиц. Но были против представителей Центробанка, обосновав свою позицию законом, где это не предусмотрено. А адвокат пострадавшего Юрлицан нарушил порядок подачи заявления. На заседание явились представители агентства по страхованию вкладов, направив ходатайство. Временная администрация обращается в Банк России с ходатайством о направлении в обитажный суд с заявлением о признании Банка банкротом. У заявителя Центробанка на руках результаты обследования финансового положения Татфонбанка. Имущество и активы они оценили в 71 миллиард рублей. При этом последние составили лишь 27 миллиардов. А совокупные обязательства превысили 189 миллиардов. Вердикт Временной администрации – банк несостоятелен. Банк России просит суд признать публичное акционерное общество Татфонбанк несостоятельным банкротом. Представители Временной администрации и АСВ поддержали Центробанк. Суд решил признать публичное акционерное общество Татфонбанк город Казань несостоятельным банкротом и открыть в отношении его конкурсное производство сроком на один год. Утвердить конкурсным управляющим публичного акционерного общества Татфонбанк город Казань государственную корпорацию агентства по страхованию вкладов. Признание Татфонбанка банкротом означает, что кредиторы, не попавшие под страховку АСБ, начнут получать денежные компенсации, согласно очереди, которая предусмотрена законно. 30 марта Центральный банк сообщил о начале приема требований кредиторов банка. Все требования ФИС и Юрлиц включат в специальный реестр. Подать заявку туда можно и во время конкурсного производства. Выплачивать деньги кредиторам будут из конкурсной массы. Это имущество и финансовые активы банка. В первую очередь ФИС лицам, затем выплатят выходные пособия и зарплату. Третья очередь Юрлица и другие категории. Лисан Сабиров, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. О Верховном суде сегодня одновременно в нескольких залах рассматривали апелляционные жалобы по уголовному делу ТФБ и ТФБ Финанс. Фигуранты просили СИЗО заменить домашним арестом. Однако судьи оставили жалобы без изменений. Таким образом, под стражей до 2 июля останутся Вадим Мерзляков, Сергей Мещанов, Тимур Вальшин, Рустем Тимирбаев и Илнар Абдульманов. Продлил суд аресты Роберту Мусину. Он останется в СИЗО до 16 июля. Поджог остается основной версией пожара в храме всех религий. Напомним, что ЧП произошло накануне, рано утром. Сегодня пожарные определили три источника очага. Провели осмотр внутренних помещений. Обнаружили канистру с нефтепродуктами и масляные следы на полу. В результате пожара погиб Мансур Зинатов, соратник создателя храма. По предварительной причине он отравился угарным газом. В настоящее время по данному факту назначена пожарно-техническая судебная экспертиза. В ФГБУ судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы. Испытательная пожарная лаборатория по Республике Татарстан. Лишний вес под запретом. С 15 апреля на республиканских дорогах вводятся сезонные ограничения для большегрузов. Как объясняют, это должно уберечь дороги от лишних нагрузок после зимы. Многотонным машинам нельзя будет вообще выезжать на трассы, либо только за специальную плату. Причем при этом федеральные трассы открыты. Почем они открыты, узнал Дмитрий Аринин. Как ездил, так ездил. Я просто не гружу. Чем больше, чем меньше, тем лучше. Меньше груза брать, реже в рейс выходить. Так или иначе, сейчас водители большегрузов собираются выкручиваться из-за запрета выезжать на республиканские дороги. Ограничения касаются транспорта, у кого на 3 оси приходится по 4 тонны груза. На 2 оси по 5 тонн груза. И у кого на 1 оси приходится 6 тонн груза. Как объясняют в Минтрансе, все дело во влажной после зимы почве. Через этим дорожные конструкции, которые были запроектированы, в частности по республике Татарстан в свое время на 6 тонн на ось, теряют несущую способность. При этом за отдельную плату чрезмерно тяжелому транспорту на трассы разрешат выехать. Для примера мы сделали расчет на КАМАЗ 65-115 грузоподъемностью 14,5 тонн. По региональным дорогам на 100 километров ему придется заплатить порядка 20 тысяч рублей. Выезд без разрешения грозит обернуться более весомыми расходами. В зависимости от юридического статуса владельца авто, штрафы достигают полумиллиона рублей. При интернерном средстве будет задерживаться до устранения причин задержания путем перемещения на охраняемую специализированную стоянку или установки блокирующих устройств. Я с Челябинска до Москвы еду по Семерке от Уфы до Москвы. Тут ограничений нет. Да, на федеральные трассы ограничения пока не распространяются. Вернее, такой документ готовится, но он может вступить в силу, когда уже запрет потеряет актуальность. Приказ он подписан, он номер имеется даже 577, он прошел публичное слушание и находится на регистрации Минюста. После его опубликования он вступит в силу. Если затянется, естественно мы пройдем тот период и поэтому он не коснется. Все весовые ограничения будут в силе почти месяц, до 14 мая. К этому сроку земля под дорогами должна окончательно подсохнуть. Дмитрий Ильинин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Сегодня набережный Челнинский бассейн Афина вновь распахнул двери. Напомню, в ноябре прошлого года здесь утонула 11-летняя девочка. Трагедия стала причиной обновления практически всего штата. Уволили 8 сотрудников. Учредитель спорткомплекса Наталья Мавренкова и администратор Олеся Шадрина находятся под домашним арестом. Им предъявлено обвинение. Недетские травмы на детской игровой площадке. Покрытие игровой зоны во дворе дома на улице Арсланова оказалось слишком твердым для двухлетнего ребенка. Он получил серьезную травму головы. Альбина Минибаева оценила степень опасности. Ну, он у нас двухлетний. Он смог добраться вот до отсюда. Потом в этот момент прилетел вертолет. После этого сын Марьям Китаевой полетел вниз головой. Мальчик потерял сознание. В больницу привезли с диагнозом сотрясение. Выяснилось, что трещина черепа. Тогда на этой площадке еще был асфальт. От печального исхода спасла зимняя шапка. Если бы здесь было не асфальтовое покрытие, а покрытие, которое предназначено по ГОСТу, а это амортизирующее покрытие, то ребенок бы оделся или сотрясением, или просто легким испугом. После происшествия в срочном порядке начали демонтировать асфальт. Площадку возле 13-го дома по улице Русланово после попытались привезти в соответствие с ГОСТом. Ведь объект еще был не сдан. Теперь здесь песок. Это все, что осталось от старого асфальтного покрытия. На этом куске бетона с острыми краями и держится этот канат. Рядом играют дети. Но это не единственные опасные элементы детских площадок жилого комплекса. И буквально в пару метров другая детская площадка. Те же самые детали, тот же самый асфальт. Никакого намека на амортизирующее покрытие. Будь осторожнее. Слезай тихонько. Жильцы 11-го дома заселились еще прошлым летом. Площадку здесь дали с асфальтом. Руководство управляющей компании РСК говорит, что здесь уже другая категория. Спортивная площадка для подростков. Есть спортивная площадка, где установлены турники и прочее оборудование для уже занятий спортом более взрослых детей, взрослого населения. Нет, там элементы абсолютно детской площадки. Но там же нет горок, там нет песочницы. По стандарту на детской площадке не должно быть жесткого покрытия, только амортизирующее. Здесь уже на выбор от древесной стружки и песка до синтетического. Главное, не меньше двух сантиметров. Любое покрытие, которое является ударопоглощающим. Соответственно, согласно данного ГОСТа, асфальт не предусмотрен, это является грубейшим нарушением. По словам управляющей компании, покрытие на площадке возле 11-го дома должны сменить в течение месяца. Но вот когда уберут бетон, где уже произошло ЧП, неизвестно. Жильцы намерены обращаться в жилинспекцию. Альбина Минибаева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. В очередях с младенчества в Челнах ажиотаж по местам в детские сады. Родители волнуются. В этом году в садик им уж точно не попасть. Ходят слухи, что примут только детей 14-го года рождения. На что в управлении дошкольного образования заявляют, устроят всех. В Челнах сейчас 119 детских садов, а желающих 32 тысячи. Где-то 9.20 я пришла, не успела. Народу было еще больше, чем сегодня. Анатолий Левада, глава компании ФОН, останется под стражей до 13-го мая. Сегодня он просил Верховный суд заменить сезона домашний арест. В качестве довода Левада говорил о том, что дольщики получают квартиры и им возвращают денежные средства. Однако судья оставил в силе решение Советского районного суда. Поддельные купюры везут в Казань из Москвы и Кавказа. С начала года выявлено больше 80 фактов сбыта фальшивок. Почему даже банкомат может ошибаться, узнал Рамиль Шайдулин. Вот здесь, видите, он читает все. Ходовая тысячная не просто бумага. Здесь и водяные знаки, и сквозные проколы, которые давно обходят фальшивомонетчики. Только с начала года в Казани нашли 9 таких фальшивок, вначале принимаемых за чистую монету. Деньги фальшивы, они же мягкие, такие вот, не такие, как обычные деньги. Сразу же ощущаешь. В жизни фальшивки плотнее. Мошенники их склеивают слой за слоем, чтобы читались водяные знаки. Ведь сначала их осматривают. На свет, на светонный выйдет. В другом месте светиться не будет. По-настоящему же фальшивку отличит ультрафиолет. Да и то не на все 100. Специалисты применяют автоматические сканеры и микроскоп. Так видят и неровную перфорацию, и приклеенные буквы. Но в жизни ошибаются даже банкоматы. Когда вы снимаете деньги шествия с банкомата, необходимо сохранить чек. Если вам пытаются сбыть фальшивую купюру, или вам уже сбыли фальшивую купюру. Ну и естественно сообщите об этом сразу же сотрудникам полиции, вызвайте 0-2. С начала года в Казани больше 80 подобных случаев. Мошенники выбирали три ходовые купюры. Вход пускали и по одной, и пачками. Эту купюру подделывают чаще всего, потому что и 500 рублей, и 1000, и 5000 делать одинаково дорого. Только такой номинал отбивает свои затраты, пока не ведет к тюремному заключению. В марте мошенников задержали в Казани. Жители Челябинска и Ноябрьска работали с пятитысячными. Теперь по статье «Фальшиво манечество» им грозит до 15 лет лишения свободы. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Вы смотрите «Новости Татарстана». Вот о чем расскажем далее. Магистратура для учителей. В наших образовательных организациях должны работать только хорошие учителя. Какие преобразования ждут образования? В репортаже Александра Севастьяновой. И в детстве прошло второе время. Дестросики были. Больная была. Ужас какой. Воспоминания узников в материале. Адель Кламид. Татарстан намерен обмениваться опытом с Бельгийско-Люксембургской торговой палатой. Наиболее перспективное направление – это обмен опытом по работе экономических зон, технопарков, а также расширение промышленной кооперации. Сегодня об этом на встрече с делегатами торговой палаты говорил исполняющий обязанности премьер-министр республики Алексей Писошин. Особого внимания, по его мнению, заслуживает привлечение потенциальных инвесторов к созданию совместных производств на площадях Алабуги, IT-парков и технополиса Химград. Время отчитаться о доходах. До 2 мая нужно подать налоговую декларацию. Сейчас налоговая служба республики уже получила 158 тысяч документов. Татарстанцев призывают не тянуть заполнением. 14 апреля во всех налоговых инспекциях пройдут дни открытых дверей. Там готовы помочь оформить все документы. В этом году декларационная кампания имеет ряд особенностей. Декларацию 3 НДФЛ не нужно представлять, если налог не был удержан налоговым агентом. И второй момент – это расчет НДФЛ по новым правилам для риска, продавшим свое недвижие имущество, приобретенное после 1 января 2016 года. Курс на повышение высококвалифицированных учителей сейчас на вес золота. Проблемы образования депутаты госсовета обсудили сегодня на выездном заседании в Арске. Здесь есть чему научиться. Ждать ли реформ школам и что будет с недоучившимися педагогами. Об итогах встречи Александра Севастьянова. Арский педколледж – ныне ресурсный центр профессиональной подготовки национальных кадров. Новый статус учебное заведение получило несколько лет назад. А вместе с ним вышло и на новый уровень работы. Именно сюда сегодня приехали депутаты, чтобы обсудить вопросы образования в Татарстане таких национальных ресурсных центрах. Всего два. И вновь за парты депутаты примерили на себе роль учеников педколледжа. Удивили законодателей уникальностью. Урок татарской литературы вел не педагог, а писатель. На сегодняшний день вопрос подготовки педагогических кадров стоит очень остро. И мы хотели показать депутатам содержание образовательного процесса, национальную составляющую. У татар есть такая поговорка. Татар пока не пощупают, не поверят. Вот мы хотели пощупать, что здесь делается, как здесь ведутся уроки на татарском языке, на других языках, как готовится педагогическая кадра. Проблема остается. Чтобы национальное образование в школах было полноценным, нужны учителя не только татарского языка и литературы, но и татароговорящие предметники, физики, химики. Повышать уровень образования учителей еще одна задача. Педагогов сейчас вроде бы хватает, а вот квалификации нет. В наших образовательных организациях должны работать только хорошие учителя. Вот такая задача перед нами стоит. Но это не простая задача. Это требует системной работы во всех уровнях. ЕГЭ для учителей, сертификация выпускников ПЭД-колледжа. Меры уже приняты. Но этого мало. Учить должны только в статусе магистра, предложил министр образования. Такая практика уже используется в мире. Александр Севастьянов, Данил Филатов, ТНВ, Арский район. Новые технологии в деле. В Чистополе провели замену опоры в воздушные линии. При этом ни один потребитель не остался без света. Этот вид работы сетевая компания внедряет первой в России. Об уникальности и удобстве новой технологии Рамиль Шайдулин. В процесс свету в домах не помеха. Дефектную опору меняют без отключения электричества. Актуальность подхода неоспорима. Только в Чистопольских электрических сетях порядка 6,5 тысяч опор в неудовлетворительном состоянии. Порядка 80 человек не почувствовали неудобств, связанных с прекращением электроснабжения. За достижениями кропотливая работа. За последние полгода перепробовали всевозможные варианты приспособлений. Из полипропиленовых труб и из металлических конструкций. Даже деревянные приспособления. И в итоге методом проб и ошибок мы достигли все же поставленной цели. За процессом следят американские коллеги. Они обучали татарстанских мастеров. Проделанную работу оценили на отлично. Они очень талантливые, хорошо знают все протоколы по технике безопасности. Они умело устраняют все угрозы и риски, которые существуют на рабочем месте. Работа под напряжением может быть безопасной. Другое важное преимущество – бесперебойность электроснабжения. А значит, потребители не ощущают дискомфорта. В планах сетевой компании к середине 2018-го в Татарстане заменить все опоры на 10 кВт, а в 2019-м на 35. Здесь уже речь идет о том, что мы не будем отключать несколько населенных пунктов. В 2020-м году мы хотим уже выйти на замену опоры 110 кВт. Это уже реально магистральные сети. Стратегический план компании – в 2021-м году поменять под напряжением опору на 220 кВт и выйти на 500 кВт. Этого в России еще никто никогда не делал. Рамиль Шайдуль, Адельшат Мухаммедов, ТНВ, Чистопольский район. Их называют непокоренными. Сегодня во всем мире отмечают 72-ю годовщину освобождения узников фашистских концлагерей. Взрослых и детей сжигали в печах. Ставили опыты и просто расстреливали. Каждый пятый узник был ребенком. С теми, кто пережил это страшное время, встретилась Аделя Коломеец. Мы болели, мы голодали. Вот все, что помнит о своем детстве Валентина Брехелева. Его у нее просто не было. Когда началась война, ей было всего два. Отца посадили, как врага народа, а маленькую Валю вместе с мамой и с сестрой отправились сначала в Латвию, а затем во Франкфурт-на-Майне, в концлагерь. Жили в складских помещениях, работали на железной дороге и радовались каждому кусочку еды, вспоминает женщина. Дистросики были. Больная была, ужас какая. Все время под ружьем все были. И кушать действительно нечего было. История Ларисы Кулагиной еще страшнее. Она родилась в концлагере. Маму мою угнали в 43-м году в Германию, с Украины. А я родилась, это ей было 17, не полных 18 лет. А я родилась в 44-м году в городе Гамбурга. У меня архивные справки. Ларису Петровну мама родила прямо в бараке. Тогда на свет одновременно появилось еще пять детей, но выжила только она. Ни еды, ни одежды. Лариса Петровна до сих пор благодарит Бога за то, что осталась жива. Сегодня, в 72-ю годовщину освобождения узников от фашистских концлагерей, они вместе вспоминают, как же это было. И ужас вызывал веззаключенных, голодных, арестованных, больных. Таких страшных историй рядового героизма сотни тысяч по всей стране. На территории Германии оккупированных стран насчитывалось порядка 14 тысяч концлагерей. Через них прошли около 18 миллионов людей, более 12 миллионов погибли и были убиты. В Торстане сейчас осталось только 200 человек, живых свидетелей, нечеловеческого горя в человеческой жизни. Адрик Ламиц, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Дом доброты открылся в Москве. Это благотворительный магазин, где можно приобрести дешево качественные вещи. Проект реализуют молодые столичные мусульманки. О том, что стать благотворителем, может каждый в репортаже нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалиевой. Шелковые, шерстяные, вязаные и, главное, практически новые или действительно совершенно не ношеные. Все эти вещи на плечиках в магазине покупателям отдают почти даром за 50-200 рублей. Больше всего пользуются спросом платья, юбки, очень востребованные абаи, потому что у нас очень дешевые цены. Русская мусульманка Ирина с удовольствием тратит на организационные процессы свое личное время. Признается, недавно магазину подарили целую газель вещей. Их даже не стали продавать. Сразу развозили по многодетным семьям Москвы. Еще один способ заработать на лечение нуждающимся детям – аукционы. Различные бренды предоставляют действительно ценные вещи, которые в обычных магазинах стоят по 15-20-30 тысяч рублей. Мы можем приобрести их дешевле и при этом оказать помощь людям. Вроде мелочь, ты принес что-то, но это может быть кому-то полезным и нужным. Дом доброты открылся недавно, и хотя изначально планировался как мусульманский магазин, на радости инициативной группе к содействию подключились люди разных религий. Всячески старались помогать и содействовать для открытия такого очень важного и нужного сегмента. Отчеты о том, как потрачены деньги, кому конкретно и на что пошли в помощь вплоть до чеков, размещаются на страничках в социальных сетях. На встречу идут не только тем, кто нуждается в помощи, но и тем, кто хочет помочь. Если человек обнаружил, что у него много вещей, которые он уже не носит, курьер из магазина заберет их сам. Немало поводов, чтобы открыть свои шкафы и проверить их содержимое. Может быть, удастся помочь тем, кто этого ждет. Дина Газалиев, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Владимир Зуев, ТНВ, Москва. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Права не имел, но ездил по поддельным правам. И как добровольно миллионы переводят на счета мошенников. Все подробности через несколько минут. Далее выпуски о спорте, о погоде. И до встречи в 21.30 на ТНВ. Субтитры делал DimaTorzok ТАТЭНЕРГОСБЫТ проводит акцию для потребителей. Подробности на сайте tatenergosby.ru Мобильная связь «Летай» Для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. За один сеанс. 292-66-77. 100 тысяч подарков. Весь апрель «Мебельград» дарит подарки каждому покупателю. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. В клинике «Медел» лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Продадим любой ценой. Ограниченная партия автомобилей «Ниссан» с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре «Марка». Звоните 4 пятерки 3 единицы. Весенняя оттепель в магазинах «Светофор». Курица охлажденная всего 85 рублей за килограмм. «Светофор» с зеленым свет народным ценам. Данила Мастер. Распродажа памятников. 202-38-32. 20-й фестиваль «Страна поющего соловья» фонда духовного возрождения рухи от компании Татнець приглашает на галоконцерт. Ждем вас 17 апреля в Татарской государственной филармонии имени Гавдулы Тукая в городе Казань. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмазга Фиатов. Продолжает искать выхода из кризиса. После вылета из Кубка России от команды Хавьера Грасси ждут побед на чемпионате страны. Однако в премьер-лиге у казанцев не все гладко. В этот раз Рубин играл в Томске против одного из аутсайдеров турнирной таблицы. Хозяева открыли счет уже на 13-й минуте встречи. Рубин мог сравнять еще до перерыва. Но все тот же бразилец Жонатов с пенальти промахнулся во втором матче подряд. В начале второго тайма Эльзат Ахметов заработал пенальти, а исполнил его Листиен. Дальше бельгиец смог точно реализовать опасный момент циклы. Но три очка из Томска увезти не удалось. Нападающий сибиряков Соболев установил окончательный результат 2-2. Набрав 28 баллов казанцы остались на 10-м месте. В следующем туре 15 апреля на своем поле Рубин будет принимать футбольный клуб Краснодар. У Жонатаса было две ошибки. Дважды не забил с 11-метровой отметки. Но сейчас сложный момент. У футболиста не нужно на него нападать. Мы верим в Жонатаса. Когда мы готовились к кубковому и к этому матчам, мы отрабатывали пенальти. Да, он не забил дважды. Такое случается. Но мы продолжаем максимально доверять ему. Главный приз путевка в Хадж. В набережных Челнах прошел турнир по борьбе к Рэш и армспорту среди мусульман. Перед стартом турнира все спортсмены прошли проверку на знания правил чтения намаза. Каждый выход на ковер сопровождается молитвами. Среди участников соревнований три чемпиона мира, 10 мастеров спорта и 7 кандидатов в мастера спорта. Суперприз путевка в Хадж, которую вы сыграли путем жеребьевки среди победителей всех весовых категорий. По итогам турнира она официально досталась Ильгизу Нафикову из Нижнекамска, завоевавшему первое место по армспорту в весовой категории до 70 килограммов. Главный батыр. То есть все те, кто получат первые места, среди них будет проводиться жеребьевка. И первый, кому повезет, он поедет в Хадж. Самое главное путешествие каждого мусульмана в его жизни. Порадовали татарстанских болельщиков наши пловцы. Александр Красных и Эрнест Максумов взяли золото и серебро чемпионата России по плаванию. Соревнования проходят в эти дни в Москве на базе бассейна спорткомплекса «Олимпийский». Первый день принес в копилку татарстанских спортсменов сразу две медали. Александр Красных и Эрнест Максумов стали лучшими на дистанции 400 метров вольных стилях. Красных показал лучшее время, а Максумов отстал от товарища по команде на 4 с небольшим секунды. Всего в чемпионате принимает участие свыше 500 пловцов из 59 регионов России, а также из зарубежных стран Узбекистана и Кыргызстана. Честь Татарстана на турнире защищает в общей сложности 30 спортсменов. И это все новости о спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды. Не так давно весна пришла на старт, и уж апрель выводит акварели. Прекрасные строки. Действительно на улице настоящая весна, и с каждым днем становится все теплее. По данным сервиса Яндекс.Погода в предстоящие сутки облачная погода без осадков на юго-востоке Татарстана. Ночные температуры плюс 2, днем воздух прогреется до 9 градусов. На северо-востоке Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночные температуры плюс 4, днем около 8 тепла. На севере Татарстана, Менделеевске, Агрызи, Менделинске, также переменная облачность. Ночные температуры плюс 3, днем около 8 градусов выше нуля. На северо-западе без осадков, ночные температуры до 4 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 10. На юго-западе Татарстана пасмурно, местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 5, днем синоптики обещают до 12 градусов выше нуля. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши, также переменная облачность. Ночью плюс 4, днем около 9 градусов выше нуля. В последующие дни теплая погода сохранится, местами пройдут дожди. В столице Татарстана ночью без осадков, днем местами пройдут дожди. Ночные температуры плюс 3, плюс 5, днем плюс 9, 11. Ветер южный, порывистый, до 9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова